Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Шута Борджонадзе, учредитель ассоциации рестораторов Грузии. И мы говорим на тему использования вреда табака и как запретить вообще табакокурение и все другие продукты, да, связанные с табаком. Спасибо вам, что... Спасибо за приглашение. Я первый раз в этой прекрасной стране. Я маленькую историю хочу сейчас рассказать. У меня ничего не было общее с этой страной. Мне было с Киргизстаном. Мне было 12 лет, когда я побывал в Артек, это пионерский лагерь. И я встретился там с девочкой тоже из Киргизстана. У меня было, по-моему, любовь и переписание. Это было с Киргизстаном отношение только. Потом мы потерялись. Но сейчас я, когда летал в Киргизстан, об этом подумал. Вот так было прекрасно. Найти не хотите и я. Ирина ее звали. Спасибо за приглашение еще раз. Получается, около года назад, да, в Грузии приняли... 2018 года, в мае. Приняли закон, а 2018 с января уже закон вступил в силу. Год и вот три месяца, да? Год и три месяца, да. И как этот закон, он запрещает все, да? Или как? Да, нужно сказать так. Закон запрещает курение в общественных местах, где зданий, больше, чем 50% зданий перекрыто. Там нельзя курить. Это курение кальяна, это курение сигарей, это курение сигаретов, не имеет значения. Электронные? Электронные, тоже запрещается. Нет никаких там ситуаций, исключений в этом законе нет. Везде нельзя курить. И вот как народ воспринял, и вы сами, владелец, да, или учредитель этой ассоциации, ресторан? Как, например, владельцы ресторанов это восприняли? Вы знаете, по менталитету нужно сейчас обсудить эту тему. В Грузии было принято так, что как можно это запретить? Как можно запретить то, что я уже 25 лет делаю, 20 лет делаю, 15 лет. И как можно это запретить? Я буду курить, и никто не заставит меня не курить. Так было начало этого. Но закон принят в 2018 году мая, да, и людям дали, хорошо было это сделано, что людям дали обсуждение, да, того, как уже закон вошел в силу. Как можно делать, что нужно делать и все прочее. Например, я как владелец рестораном, маленький риск делал такой, что до того, как принято было закон, я в моих ресторанах запретил курить. Я думаю, что это... До принятия, или когда приняли, но еще не вступил в силу? До принятия, да. Я думаю, все равно это будет принято, люди должны это знать. И были такие ситуации, что люди, когда хотели курить, гости выходили и там курили. На улице? Да, на улице. Которые курили в ресторане, а кто-то выходил. И это было для меня, как владельца, что-то нелогично, да. Кто-то курит не в ресторане, и он хочет показать, что я где кушаю, там не хочу курить. И это как-то было для меня такой, так сказать, мыслью, что вот запрещу сейчас. И запретил. И что я увидел? То, что люди, которые приходили один раз в неделю, уже стали приходить два раза, или три раза. Люди, которые приходили без детей, уже пришли с детьми. И общество увидело, что ресторан, бар, или что-то вот, не для курения, а для отдыха. Для, чтобы там покушать, выпить бокал вина. Вот отдохнуть. Не то, что курить, и в этом дыме не только себя, другого тоже держать. Травить. Да, травить. И пропаганда была такая, что в Грузии, что нужно сделать, наверное, в Грагистане тоже, что никто не говорит, что запрещаем курить. Вам никто не принуждает запрещать курить. Вас принуждают курить не там, где другие права вы разрушаете. Потому что, если человек, мы должны согласиться в том, что курение – это вредно для здоровья. Это никто не… Не может опровергнуть. Я так думаю. Курение вредно для здоровья, для детей и все прочее. Это значит, что когда я курю, мое здоровье – это мое дело. А ваше здоровье – это ваше дело, не мое дело. Это значит, я не должен ваше право нарушать. Вот так нужно это все видеть. Не то, что запрещается кому-то что-то. Не просто так. Да. Потому что я так думаю, это мое личное мнение, что мы хотим научить людей, как жить. Люди сами выберут свою жизнь. Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то что-то делает. Они нарушают свое здоровье. Это их право. Это их визы. Но, когда нарушаешь право другого, это уже нельзя. Я так думаю. Я не учу кого-то жить так, что не курить. Если хочет он курить, если хочет пить нездоровым, какое мое право научить кого-то что-то. Мое право, что он не нарушал мои права. Когда я хочу где-то сидеть, снимать, значит это ресторан или просто заведение. И хочу наслаждаться чем-то, не с дымом. Не нарушай, пожалуйста, мое право. Вот так нужно это видеть. И общество так увидело. Сначала был бойкот, так можно сказать. Что я не буду ходить в ресторан. Мы дома соберемся, друзья, и будем там курить. Некоторые бойкотировали, да? Некоторые, потому что это можно понять, когда человек в целой жизни курит. И потом скажет, что вот здесь уже нельзя. Это не имеет значения, когда делаешь что-то, когда кто-то говорит, что уже нельзя. Это уже для человека проблематично. Протест. Да, всегда протестует. Не имеет значения, что реформу делаешь хорошую, плохую. Всегда делаются реформы хорошие. Всегда делаются реформы плохие тоже. Никакое государство не делает всегда стопроцентно хорошие реформы. И протест всегда есть. Для кого-то из общества, количество людей, эта реформа плохая. Для кого-то нормальная. Для кого-то очень хорошая. Мы разные люди в жизни. У нас нету одних людей. Мы разными направлениями видим наше видение. И пили такие случаи тоже. Но самое главное, что меня очень, так сказать, влияет, хорошее влияние было, что общество это потом приняло, что нельзя. А почему нельзя? Как мы достигли того, что одни думают, что я кого-то право решаю и не хочу курить. Другие так подумали, что я хочу курить, но не хочу заплатить штраф. Вот это. И как дошло до того, чтобы это в общество хорошо зашло. Что я хочу отметить в законе. Само закон хорошо поставлен. Когда кто-то захочет в ресторане покурить, или не в общественном месте покурить, человек кому-то плохо смотрит, гость, он не должен сам кому-то потреблять, что нельзя сейчас курить. Он говорит менеджеру или молодецу. Пожалуйста, вот там человек в закон курит. И пожалуйста, чтобы прекратили это. Если владелец или менеджер это не примет, тогда я могу позвонить полицию и заштрафовать того и того тоже. А это очень, штраф большой. Большой, да? Для учреждения юридических лиц это около 200 долларов, если на долларах мы скажем. И для физического лица это около 40-50 долларов. Это значит, что за одну сигарету ты должен столько заплатить. И никто не делает. Такой риск никто не делает. Даже если есть такие ситуации, когда в социальных сетях люди свои отмечают в день рождения, потом видео сделают. И потом кто-то смотрится, что курит, не имеет значения. Кто-то позвонит под лицу, показывает это видео и потом оштрафует этих людей, что там курили. Даже если те, кто сидели рядом, не возражали. Не, не, кто курил того. Нет, да, нет. Он же сидел с кем-то, а эти люди не были против, чтобы он курил. Если не были, если курят, это значит, что не были против. Да, да. Это не имеет значения. Самое главное, это должно быть обстоятельственное место. И в обстоятельственных местах... Сам факт. Сам факт. После три месяца, если это будет, да, не имеет значения. Когда закон был принят, и после три месяца свой видел на социальных сетях, все, уже это значит, что он и юридейские лица может быть заштрафованы. И люди видят, что за одну сигарету, чтобы я не вышел на 5 минут из общественного места, почему я должен такой штраф заплатить? Вот это суд. И вот уже, получается, в мае 17-го года приняли закон, с 1 января 18-го года начал действовать. Вот за этот период, с мая по декабрь, была очень хорошо проведена вот эта кампания доведения до общества сути. Одна кампания доведения до общества. И общество показало, что этот закон не только на бумаге, что этот закон мы можем и хотим соблуждать. И общественные организации ходили по объектам и смотрели, как закон соблуждается. И можно сказать, что в течение года около 2500 заведений было проверено. И от этого 97% не нарушали закон. Это очень большое. И гостиницы тоже. Около 400 гостиниц было, 500 гостиниц было из общественной организации. И 96-9% было закон соблужден. Это очень большие цифры для Грузии. И грузинское застолье. Вот я хочу отметить это, что в Грузии принято свадьба или день рождения от 50 до 200-300 человек вместе отмечают это все. И принято было, что пьешь вино и там куришь. А сейчас никто не курит. Все выходят, кто курит из ресторана или из бара, и там курят по 30-20 человек. И все, многие, 99% можно сказать, что не сейчас так хорошо, там нет дыма. Те люди, которые курили, что я могу зайти, например, когда есть около 38-36 градусов, а с курением не можно сделать прохладно, да. А сейчас прохладно все-все можно сделать, не лучше, без дыма. Осознало общество, поддержало, да. Поддержало общество. И вот это нужно вести, что в общество, например, в Кыргызстане, что курить это будет дорого, если штрафуют. И ты не должен разрушить право другого. Вот самое главное. Тебе никто не говорит, что если бы это, я так думаю, не было бы правильно, если бы запретили все. Да, запретили, что нельзя курить. Это не было бы правильно. Потому что мое здоровье, это мое. И я так буду с ним обходиться, как я хочу. Никто не должен меня научить, как жить. Я родился человеком, я что-то прочитал или вообще не прочитал, я сам за себя отвечаю. А вот табачные компании, как это восприняли? И было ли сопротивление такое вот лобби табачное? Вы знаете, всегда есть что-то против. Кто-то, кто-то будет. Но когда речь идет, мы говорим сейчас о здоровье человека. Что самое главное в этой жизни? Человек. Самое главное, это право человека. И когда мы говорим о праве человека, что он может жить здоровым. И кто-то против него что-то делает. Это сопротивление бесполезно. А все равно деньги же они теряют? Конечно, теряют. Всегда это так. Но за этим, если постоишь, что будешь делать? Например, еще один парламентар из Грузии говорит, что они убийцы. Прямо так сказали тех архивных табачных компаний. Они убивают в течение годов людей. Против этого ничего нельзя сказать и сделать. Поступишь против этого, и ты, значит, поступаешь против. Вот скажите, пожалуйста, сколько людей в Кыргызстане, например, курят? Сколько из этих людей курят дома у себя при своих детей? Наверное, очень мало. При детях, может быть. Все-таки стараются своих детей оградить. Ответ уже принят. Ты хочешь, чтобы твои дети пили здоровыми, а других детей ты не... Пусть травятся. Пусть травятся. Также, например, человек курит, А если он увидит, что у него сын, там, подросток, начал курить, он же его ругает и... Вот, ответ. Я что хочу сказать обязательно. Самое главное в этом законе, что когда человек 30 лет курит, не заставишь его сразу бросить. Это невозможно. Этот закон борется не против тех, кто курит, а этот закон против того, что не начали курить. Новые. Новые поколения не начали курить. Сейчас уже в Грузии как-то не принято просто курить. Было это время, когда курение было вообще между друзьями, между людьми, какое-то общение. Но сейчас это уже так-то вышло из моды. И те поколения, которые должны начать, вот в кавычках можно сказать, что 16-18 лет могут начинать курить, уже не начинают это. Не хотят это начать. Есть такие тоже начинают, конечно. И еще добавили тому закону, что не только курение уже очень дорого стало. Пачка сигарет, когда было, например, X, стало 2X. И новое поколение не хочет тратить деньги за то, что нельзя где-то курить. Эти деньги может он в кино или в театр пойти за эти деньги и там заплатить. Вот это самое главное, что новое поколение вредит. Здесь вот курение вредно. А еще за вред много заплатить. Это еще вреднее. А вот в магазинах, там, где продают сигареты, вот сейчас в Кыргызстане еще новый закон не принят. Он обсуждается. Свободно на самом видном месте сигареты стоят. Даже подростки, вот на уровне глаз подростка, даже это можно увидеть. Реклама уже запрещена. И нет ее? Нет ее. Как реклам. И где можно продавать сигареты? Если в больших магазинах ты зайдешь, нигде не увидишь, где сигареты. Вообще нет сигарет. Ну, реклама это одно, а вот просто сами сигареты стоят. Сигареты не стоят. Ты можешь продавцу говорить, продавецу говорить, что я хочу, он откуда-то везет. Это открыто не стоит, да? Не стоит. А вот, наверное, уже этого тоже нет. Поштучно иногда продают. Продавали сигареты. Нет. Тоже нет. Совсем. Совсем. Например, на улице, там, не в магазине. Нету такой ситуации сейчас. Это уже мало времени вышло, но все это уже вышло. Нет. Да. Чтобы покурить, надо искать. Получается, людей. Вот хорошо вы сказали. Я хочу одну вещь еще вам. В Англии запретили тоже курить. И люди, общество тоже сказало, как можно в пабе, когда я пиво пью, не могу курить. И один, для дела, сказал, что не имеет значения для меня. Я заплачу этот штраф. Для моих гостей я создам условия по курить. И этого человека задержали. Посадили в тюрьму. Ни за что, штраф не заплатили, заплатил. Посадили в тюрьму на шесть год за то, что он восстановился против государства. Закона. Против государства. Против государства. И все, уже не было этой теми, теми курить, или не будет заплатить. Это не против закона, что он сделал. Он восстановился против государства, что с этим выбором он это сделал. И сразу этот проблем на местах. И круто то же самое. Никто в тюрьме за это не идет. Но я, например, как владелец ресторана, кто-кто-то курит, наслаживаясь этим, я почему должен 500 лари, это значит, 200 долларов заплатить. Никоем случае. Не имеет значения. Много у меня будет платить или мало будет платить. Кто-то не придет, потому что все будут думать, что уже у меня разрешено. И что я сказал, что когда я сопретил курить, не то, что кости не приходили. Наоборот, снова и больше, да? Да, да, да. Очень интересно. А вот электронные сигареты? Это то же самое. Это тоже табак. Да, но имеет значение. Отравишь ты с сигаретами или с электронными сигаретами, это трава. Это отрава. Это то же самое. Но люди курят, в смысле независимо у него обычные сигареты или электронные должны выходить, да? Должны выходить. Не имеет значения. Это тоже как сигареты. Потому что это тоже табак. Потому что это тоже травит кого-то. Электронные сигареты вышли не для того, что там нету сигарет. Конечно, когда человек на никотин идет, потому что он хочет никотин, электронные сигареты тоже никотин. И электронные сигареты вышли для того, чтобы перестать курить после времени, чтобы ты не курил. Вот смысл этого сигарета. Медленное бросание, да? Да. Якобы. Якобы, да. Вот это смысл. А для общества это одно и то же. Кальян тоже. То же самое. Тоже запрещен, да? Запрещен, да. Ну, в обществе кто-то там думал, что кальян это же не сигарет. Ну, не имеет значения. И самое главное, в этом одним из главных ситуаций в этом законе то, что не то, что о гостях идет речь здесь. Люди, которые официанты или работники сели день, когда работают и курят. Они же тоже, да? Они же тоже, да. Почему они должны если отравиться? Вот это смысл тоже. Мы не должны думать только не о нас или от гостей. Работники ресторана? Да, рестораны. Потому что когда у меня курили из ресторана выходили мои работники и весь в дымах был, да? Невозможно было. Одежда. А вот другие виды табакосодержащих продуктов, например, в Кыргызстане есть на свае. У вас есть на свае? Да, я знаю, что вы имеете в виду и не имеет значения. Нет, вот в принципе он такие вот жевать табак или что-то другое. Кроме того, что курить. А в принципе было такое раньше? У нас не принято что-то жевать или но вообще табак нельзя употреблять и точка. все этим законам запретили? Запретили. И вот получается самосознание или вообще сознание общества достаточно высокое, если они сразу поддержали. Да, было кому-то это невыгодно, было кому-то это нелегко, но закон есть закон и этот закон говорит, что это не против тебя, это для того, чтобы ты не должен травить других и права других для тебя то же самое, что твое право. Вот, например, когда были реформы Михаила Саакашвили и вот когда он за один день заменил всех сотрудников полиции, чтобы не было среди полиции коррупции и так далее, тоже ведь общество поддержало, да? Да, конечно, это было давно уже, мы об этом уже забыли, забыли, что может быть коррупция будет в Грузии за один день, можно так сказать, но, конечно, когда что-то делается для общества и это после один, десять лет это же выгодно для общества, конечно, это все принимается в общественных глазах хорошо. Да, было такое при то Саакашвили, но сейчас вообще, что это такое коррупция? Уже даже люди не думают, не то, что кто-то может без коррупции, ты тоже попадешь в тюрьму, если кому-то отдашь что-то взятку, да. Оба. 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 А вот вора в законе было очень много в Грузии и тоже ведь это кардинально одним ударом. Вы знаете, что я хочу об этом сказать, это уже другая тема, но вор в законе не то, что нету сейчас, а люди, что самое главное в обществе, вор в законе или бизнесмен или что-то другое не имеет, авторитет, например, так скажем. Почему для подростка, для нового поколения вор в законе хороший или что-то бизнесмен хороший, потому что у него есть авторитет, у него есть хорошая машина, хороший дом, хорошая жена и все прочее, прочее, да. Для общества становится этот человек авторитетом. Его убрали сейчас, нету вообще. Авторитетом сейчас какой-то парламентарий, какой-то бизнесмен, какой-то человек что-то достиг и менталитета нету сейчас такого направления вор в законе или пила это в Грузии. Никого не привлекает, Никого не привлекает. Почему я должен что-то делать для того, чтобы попасть в тюрьму? Логика где? Потенциально. Да, тогда не попадался в тюрьму, ты жил так, что тебя все уважали. Да, уважали. А сейчас ты что-то делаешь, нарушаешь закон для того, чтобы попасть в тюрьму. Зачем? И чтобы тебя все общество наказало за то, что ты делаешь. Почему? Зачем? Из менталитета вышло это все. Это было трудно, но сейчас человек, когда растет, маленький ребенок, он думает, чем я должен видеть, что я должен делать, что я должен учиться, чтобы у меня были деньги, и в мою жизнь я хорошо мог для меня что-то делать. Вот такая сейчас ситуация. хорошая общественная поддержка решением властей. Да, конечно, это жизнь философии. Самое главное, что государство должен для меня, как общество или человека сделать, предоставить возможности. Он там много сделает, что это запрещает, это запрещает, это невозможно. все запретить нельзя. Самое главное, ты должен мне делать возможность, чтобы я достиг чего-то. Создать условия. В 21 веке в менеджменте тоже есть такое направление, что если ты в своем учреждении делаешь много законов, это значит, что кто-то этот право всегда не может держаться. если мы с вами на три или на пять законов скажем, то будем соблюдать это. Остальное не имеет значения. Это самое главное, будет соблюдено всегда это. Главные принципы будут соблюдены и с главными принципами мы можем сделать хороший менеджмент. Остальное все это так в 20 веке это так не было. В 21 веке это так. нужно соблюдать самые главные принципы. Остальное это И для Кыргызстана что вы посоветуете на основе своего опыта? Для Кыргызстана самый главный человек. Я посоветую для этой страны что мы должны любить человека. Мы должны его права не нарушать. Моя свобода заканчивается там где я нарушаю права другого. Мы должны уважать друг друга и когда вот например этот закон хотим принять мы не должны показать так что кто-то хочет меня наказать или кто-то хочет меня ограничить. Нет мы хотим чтобы наше поколение стало здоровым. Спасибо вам большое. У нас тоже как раз время подошло к концу 30 минут. мы вам желаем успехов и чтобы в Кыргызстане тоже общественное сознание поднималось и этот закон был принят. Успехов невозможного не бывает. Все возможно. Невозможного не бывает. Если захотеть хорошо. У нас в гостях был Шота Бурджанадзе учредитель ассоциации рестораторов Грузии который поддерживает жизнь без табака. Спасибо большое. До Субтитры